А вы это говорили об этом? Да, я говорил. Предлагали даже пояснение через воду. Так может наоборот сопроводить в больницу людей, дети, маневр и желтые. А если завершает это же не нарушение? Нет, мы запрещаем, что мы на сопротивление. С пояснением вот этого человека водителя? Нет, вот, вот водитель. Нет, он же сказал как, что он завершал маневр на желтый. Он уже был на перекрестке, ему нельзя. Нет, он не на перекрестках не выезжал. А есть видео посмотреть? Да. Если он совершал на желтый, это не нарушение. Если бы он ездил, то не отъехал. Вы сейчас акцентрировали то, что это как бы детки. Да нет, нет, нет. А это не нужно делать, вы это не видели в машине. Сейчас мы можем отсутерировать, что нет. Мы установили светофор, а потом уже видели, что там еще трое детей на руках. Ну, то вот такой. Да давайте займемся за детками, а не вот этим. Мне просто вы говорите за что? Нет, все, он выехал. И что? Ну, на желтый выезжал. Перед ним... Подождите, а как мы можем знать, это двухфазный или однофазный? Это светофор? Нет. Ну, есть же какой-то светофор, который... Так давайте переносить туда и разбираться, а что? Зачем так ляпать просто так? Ну, вот смотрите, вы выписываете, вы выписываете. Мы говорим... Подожди, ну, вы вот именно, вот, вы поступаете чуть-чуть по-другому. Вот приехал адвокат, ты еще не печатал ничего. Мы же дело рассмотрели уже, если было уже... Ну, послушаем. Да, уже в базу занеслось, уже все туда отправилось, да? Да, да, да. Что ты мне... Что скажи? А куда что отправляется? Пока я не отпечатал, оно никуда не отправляется. Спасибо. А что вы занимаетесь? Там за детей или за светофор? За светофор. За светофор. За детей. Что мне говорит? Я, говорит, уже все, я в базу внес, оно уже туда улетело. Понятно. Я тебе объясняю. Не надо вот... Вот прям им есть. Это не смешно. Теперь уже да. Теперь уже да. Подожди-ка с водителем, подожди. Подожди, во-первых, смотри, ему нужен был переводчик, чего вы не сделали. Второе, есть решение, послушайте, есть решение Верховного Суда, что вы не можете водителя привлекать к ответственности до тех пор, пока он не получит юридическую помощь. Так если он этот... Затребовать, правильно? Затребовать же должен. Или я? Подожди, ему переводчик. Можешь затребовать это. Вы же смешайте. Это же доросмотрение дела. Что вы мешаете? Водителя ознакомить, ну, как бы... Да я хочу, чтобы вы водителю дичь не втирали. Родит. Ну, это же было рассмотрение. А попричем? Нет, там же правда. Ну, это трое детей. Причем здесь трое детей с финалом и светофором. Это безопасно. Ну, при чем здесь? С финал и светофором это одно. А у вас дети, понимаете? Ну, мы еще раз говорю, это уже другое будет. Одно безопасно. Понимаешь, это уже будет другое. Я за сам факт говорю, как вы рассматриваете дело. Тем более, человек нуждается в юридической помощи. Раз, переводчики, переводчики, два. Вот еще человек нахожу. Он начал, ну, как бы и он начал нам пояснить, да. Я говорю, пускай человек написьменно напишет. Он ничего не затребовал, понимаете? Мы ему сказали. А ты ему разъяснил в 268-м? Ты ему разъяснил... Он сразу озвучивал штраф на 500 тысяч гривен за... А если мы водик возьмем, то не обманывайте. Он может гореть, вы его, может, включили, но он может не писать. Ну, как такое? Там гараж, значит. Не забывайте. Смотрите, остановили на жопе, там сзади только опять... Ну, человек сзади только. То есть мы, когда начали с водителем общаться, сзади вот внутри детей... Но вы начали заглядывать туда, подоглядывать? Я тебе объясню, было открытое окно, он с открытым окном ехал. И что? Ну, а как их не увидеть? Смотрите, повторно будет, если такое же будет. Мы ведем речь о том, что вы не дали право реализовать в полном объеме. Тем более, человек не понимает русского языка, украинского языка. Все он понимает. Права у него на украинском языке. Откуда ты знаешь? Права у него даже украинские. И что теперь? Они не имеют права без знания украинского языка даже их поручить. Вы же знаете, это правильно. Где это прописано? Вот, приезжал еще и его так же друг, который... Это переводчик? Нет, это его друг. Ну, друг и переводчик, это две разных вещи. А ты уже настружил постановление. Самое не хочу. А что он не настружил? Я тебе просто могу сказать, если бы мы чуть-чуть раньше подъехали, вам бы чуть-чуть тяжелее было бы. Возможно. Не возможно? Я тебе говорю так, как оно есть, как оно существует. Понимаешь? Вы же не хотите за свои поступки отвечать? Ну почему? Каждый отвечает. Что? Что-то вы пишете все по 63-й. А я говорю, да. Ну что, это нормально, Вадим, смотри. Ну нормально, как-то сзади 5 человек без поддравить. Ну тем более детки все не... Тем более ездят на шуты. Это аварийная ситуация. Сколько там рекомендаций? Ну сколько там рекомендаций? И что теперь? Это неправильно, я считаю. Это вам сигналят, говорят. Вы вот такие молодцы, что вы активистов именно крепите. Это вам сигналят. Вот так вот сигналят, говорят. И крепите этих гребаных активистов. Понимаешь? А где ваши бризовики? Где бризовики, говорю. Где бризовики? А у вас есть бризовики. А у меня запрос есть официальный. А я не делал запрос по этим. Наркоманы ездят. Ездят, да. Наркоманы ездят. Еще наркоманы. Ну потому что наркоманы. Они везде ездят. И ходят, да. Мы, кстати, вчера одного оформили. Красавцы, молодцы. 5 баллов. Где сейчас берешь? Лед, у вас эта машина есть, да, я так понимаю? Да, у меня есть. Вы заберете, да, где-то? Да, да. Да, вторая машина я там остановлю. Сейчас мы... Водитель, вы копию будете получать постановление? Копию? Копию, да, о том, что вы перевозили. Да, либо по почте, по вашему адресу. Лучше копию. Вы будете получать, да? Подойдите, можете подойдите. Да вот здесь ему, что ты ему здесь, говорю, вот, что. Держите ручку. Держите ручку. Смотрите. Главное, не забудь 307 и 308 сказать. Это обязательно. Обязательно скажи. Да уже все сказано. Да вы, блядь, хернёй, блядь, занимаетесь. Это номер постановления. Это Dodge. Это Dodge. Это Dodge. Это американская версия. Какой модель? GT Turbo. Что ты смеёшься? 3 литра под капотом. Твой Prius? Что процент. Может, это... 77-я, 77-я. Видите, призовиков нет. Видите, нормально. Номера нормальные. Не видно, короче, это бытовая камера, походе, лежит. Переводчик. Это будет основанно просто дядь. Просто тебе нельзя, пойми, чтобы ещё были штрафы. Повторность 850 уже была. Я понял. Да не мазать. Кто это был? Иван, не хворай. Если просто они так упали за завтра, то это фор, как бы, я считаю, что это незаконно просто. Да, реально. Я даже намного уверен, что они нарушили процедуру. Вот я не видел, что, да, какой-то такой, да, куда-то, куда-то, подвеси, так, науку, время такое, да. Начинаю производство, отойду. Я пришёл на пельмозах, что они что-нибудь говорят, но сейчас в поле, что они говорят. Аккуратно, мустанга не зацепи, ёлки-палки. Ча-а-а. Ча-а-а. В этом нет. Всё, слабысь, блядь, так. Друзья, ну, как-то так ехали с Алексеем Михайловичем в управление и увидели такую ситуацию, как мусора стоят и людей, якобы, с иностранной регистрацией, но у водителя есть украинский, это я так называю, с иностранной регистрацией, потому что он не украинец, не русский. И били, якобы, за жёлтость иностранного светофора. Но, к сожалению, опять же, как всегда, мы не вовремя приехали, поэтому уже эти разбийники вынесли постановление. У меня ещё нос забитый, извиняюсь за это. В общем, если согласятся, поможем. Если согласятся, мы будем оплачивать. Вы знаете, что делать? Ставим лайки, подписываемся на канал, ну а мы погнали дальше. Обязательно сделайте подписку. Да, кстати, если вам нужна помощь, вам отсюда, в надзор Харькова. И вам обязательно наши коллеги. Всё, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok